Друзья, здравствуйте! Сегодня ParfumArt расскажет вам о белой коллекции бренда Pierre Guillaume. Ну и вначале хотелось бы еще раз напомнить о самом бренде, о его творческом пути. В 2002 году Pierre Guillaume сделал первый аромат, и вы представьте, уже 18 лет на рынке. Для независимого бренда это колоссальный срок. Что я подразумеваю под словом независимый? То, что называют independent, indie-нишей. Это когда парфюмер не имеет креативного директора, когда он сам принимает решение о том, какие ароматы он сделает, принимает решение о дизайне, о выпуске. Но чем уникален Pierre? Он действительно полноценный независимый бренд. То есть он не отдает свои парфюмы на другое производство разливать, разбавлять спиртом. От компаунда до разбавления спиртом, выстаивания и состаривания композиции, фильтрации, потому что парфюмы состоят из разных веществ. Как они себя поведут в синергии именно со спиртовым раствором, непонятно. Поэтому должно пройти время. Вот когда проходит это время, отфильтровали, все это заливается в оплакончики, пакуется у него же в его маленьком кубике на его производстве. То есть это полный цикл, это абсолютно независимый реально парфюмер. Сегодня жаркий день, мы тут присели на качельках, чтобы вам рассказать о белой коллекции Pierre Guillaume. Что я еще хотел бы добавить о бренде? Конечно же, к Pierre приходили инвесторы. Конечно же, они предлагали ему сотрудничество и инвестиции, чтобы вывести его бренд из нишевого дивизиона в массовый. Но Pierre отказался и правильно сделал, потому что мы знаем, чем это заканчивается. В лучшем случае это получается Джо Малон, когда у Мэри Джо вошел суперинвестор Estee Lauder Group, и бренд продолжает существование. А в худшем случае бывает так, как вот не буду называть один бренд. Пришли, купили права на имя, купили права на сами парфюмы, бренд положили в папку. И не обязательно это какой-то злой умысел, типа у нас есть свой завод, а мы покупаем ваш завод, чтобы вы не работали. Нет, иногда бывают просто кризисы, какие-то там сложности, и люди посчитали, что этот бренд не готов из их портфеля к новому существованию, к новому плаванию. А деньги лучше там вложить в более продаваемые, более массовые, которые есть в их портфеле, проджекты. Вот, так бывает. Но мы вернемся к тому, что можно сказать о белой коллекции. Итак, первый аромат Swim SX. Само название аромата нам говорит о том, что это бассейн. И вот здесь, в принципе, Пьер сделал следующее. Он, соленый мускус, попытался немножечко раскрасить разными интересными штучками. Вообще, была идея создать запах вот той самой разгоряченной кожи на солнце, которая тоже пахнет, которая после купания в море, когда человек немножко с солинками пришел к бассейну, упал, поплавал, вылез, полежал на солнышке, потом прибежал в свой номер, и разгоряченное тело падает на холодные хлопковые простыни. И вот этот запах горячего и прохладного сталкивается в воздухе. Вот эти соленые мускусы добавляется немножко иланг-иланга, который, может быть, звучит очень тонко, утонченно, не агрессивно. И чтобы аромат не был таким уж холеным и выхолощенным, Пьер добавил немножечко индийской конопли масла. Оно привнесло некую плотскую составляющую в аромат. И он перестал быть таким рафинированным и стал действительно живым. Это абсолютно аромат беззаботного лета, и я очень хотел бы, чтобы вы его попробовали. Следующий аромат у нас называется Sensuality. Он состоит из двух слов. Sensuality чувственный и сам солнце. Он тоже напоенный солнцем. Вот представьте себе лимонный крем такой сладостный, который вы наносите себе на кожу. Вот так выглядит этот аромат. Это тот случай, когда цитрусы колючие, достаточно металлические, заставили стать буквально солнечными, пушистыми зайчиками. И он может быть в жаркую погоду, вот как вторая кожа. Вы можете обнаженным ходить в этом аромате, вы как будто бы в легкой одежде. А вот, как ни странно, поздней осенью он может быть очень теплым и укутывающим у вас. Действительно, Sensuality чувственный солнечный аромат. И сандаловая составляющая, которая в базе, она действительно такая, вот знаете, молочно-цитрусовая, как этот молочно-цитрусовый крем. Очень классная штука и летом, и осенью. Удивительная история, которую создал для нас независимый парфюмер Pierre Guillaume. Следующий аромат Helioflora. Pierre отталкивался при создании этого аромата сицилийского десерта гранита. Это колотый лед, свежие фрукты и фруктовые соки. Аромат очень яркий. Он очень яркий за счет того, что это буквально мангово-ревеневый сорбет. То есть, вот если иногда с рубленым базиликом, иногда продают такое мороженое. Там, например, манго-маракуйя-базилик или там манго-маракуйя-мята. Вот как раз вот про эту историю и этот аромат. Он настолько сочный на старте, с абрикосом еще плюс. И вот этот аккорд абрикос-базилик, который здесь присутствует, он и дает эти интересные эффекты, которые похожи на манго и на маракуйю. Очень классная штучка. И как оппозиция в базе вливается сандал и медовая будлея. Это дерево бабочек. Пахнет пьяно-медово. Вот так. Аромат сладострасный, скажу вам честно. Но он все равно легкий для восприятия. В нем нет плотности. У него постоянно есть движение слоев. Его очень комфортно носить летом. А летним вечером, если на какой-то вечеринке, вы будете звездой в этом аромате. Что еще хотелось бы сказать о белой коллекции? Ее появление имеет интересную историю. Пьер каждый выходной приходил в свой бутик, становился сам за прилавок и разговаривал с покупателями. И он слышал те отзывы, или позитивные, или негативные, которые ему говорили люди. Это нравится, это не нравится. И по сути, вся белая коллекция, как он говорит, а я думаю, она будет продолжена, она сделана по просьбе тех людей, которые чего-то хотели, то, чего у него нет в ароматике. Или, например, аромат нравится, но там не хватает какой-то части. Вот это такая очень интересная история, когда есть обратная связь. Когда парфюмер выходит к людям и слушает их. Чего же они хотят увидеть в его линейке? И вот такую работу проделав, Пьер решил сделать отдельный модуль, который он назвал «Белая коллекция». Сами флакончики я вот держу в руках, да, сами коробочки, сама упаковочка, очень хороши для подарка. Я покажу вообще у Пьера, в принципе, все его работы, к которым мы, я думаю, будем возвращаться. Я люблю этот бренд, как они упакованы, да, и это очень хорошо дарить. Здесь, помимо коробочки, есть вот такая штучка внутри, где лежит сам флакончик. И вот такой буклетик, который рассказывает и о бренде, и про аромат. Очень удобно, то есть можно почитать, можно посмотреть. И сам Пьер фотография, ну, без себя любимого никуда. То есть хороший подарочек, это приятно дарить.